всем здравствуйте и добро пожаловать на канал сегодня я покажу в каком состоянии находятся игрушки и как я начну продолжаю работать над оформлением собачек итак первое что я связала вот такие ну лапки это конечно же для собачек хотелось мне вот для этой собачки сделать так как вот на вязаном как бы с ветерочки не знаю ей сделаю я их или нет вот они гнутся и так и так можно их сделать в общем-то и машет она вам может даже помахать ну пока я еще не знаю к этой собачки будут эти лапки еще приложила вот для этой мне кажется для этой они более подходят по цвету и по размеру она как-то немного побольше чем-то поэтому возможно это будут вот для этой собачки лапки и приступаем к работе сначала я покажу как вот эту собачку доделываю насчет ручек еще я не определилась какие будут ручки внутри у нее каркас каркас вот из такой проволочки скрученной ну как бы вот две проволоченки и скрутила между собой полностью каркас проходит вот так от мордочки здесь вот до лапок юбочка связана цель цельным полотном как бы вот сначала связана юбочка потом я добирала вот здесь вот с этой стороны крючком и вязала вот вот эту часть вот эта часть была как бы вот нижняя часть туловище связана у собачки остались торчать вот такие две лапки и как я их как я вот это вот обвязывала покажу вам принцип оформления такой лапки я разогну ее чтобы не мешало и и чук 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 вообще-то бы желательно потоньше ну ладно пробуем этим набираю на основе на этой нижней части туловища 4 петельки вот прямо по основу основания проволоки чтобы обвязать как бы вот лапку обвязываем лапку подхватываем не очень удобно вязать когда вот каркас идет у собачки из проволоки общего любой наверное игрушки когда у кругу на проволоки каркас идет более проблематично и вязать и же чем просто здесь приходится поддевать наугад писали мне в комментарии что сложно вязать да вот ну получается фактически наугад мы вяжем из такой пряжи особенно если это игрушки сами видите но не подготовила тоненький крючок когда крючок тонкий кстати в вязании игрушек получается более удобно и вот так вот сейчас уже вступаем уже начатое вязание ну и приблизительно ориентируемся что нам нужно связать 4 столбика без накида вокруг лапки здесь вот немного торчит нитка но мы ее потом легко спрячем вовнутрь все же меньшим крючком удобно вводить возьмем вот этот ну думаю принцип вязания понятен не буду затягивать видео так мы вяжем лапку до конца и в конце все петельки получается уже сходят на нет то есть вот так вот у нас получается лапка и мы ее просто загибаем здесь мы можем одеть какую-то обувь если вяжите можно связать можно связать вот допустим перейти на такой цвет на какой-то под цвет одежды и закончить вязание другим цветом то есть вот этот башмачок у нас будет уже готовый в тапочке допустим следующие как не как я еще оформляла вот такую собачку но пока она у меня еще не доделана но принцип оформления ее был таков здесь тоже каркас так как вот видите мордочку можно приподнять и опустить но каркас был петлей вот так вот петелька и только и вот эта петелька сюда загибалась вот такая петелька петелька и чтобы вот эта часть у нас была безопасной я беру и обкручиваю ее скотчем скотчем не скотчем не скотчем а лейкопластырем скотчем будет думаю что разделывается а вот так вот было у меня лейкопластырем все детальки проволоки которые вот у нас кончики остаются я стараюсь обработать таким образом и вот здесь вот вставлена вот так вот петелька и загибается мордочка вот это у нас такая часть была а лапки просто я просунула и согнула вот так вот здесь обматываем подпишем вот так вот вот нахер вот и сейчас нам понадобится вот такого же цвета пряжа у меня здесь сантиметров 80 наверное маленький кусочек вот такой что мы делаем нам понадобится клей клей можно взять и для потолочной плитки титан что ли он называется я тоже его использую но чтобы побыстрее склеилась я работаю вот с таким клеем так забыла забыла один момент нам нужно так лучше это чтобы нитка держалась у основания лапки нашей на пополам и и перевязываем наверное не так сейчас я сделаю покороче у меня получается нить будет вот это сейчас она у меня в два сложения в четыре сложения уже но так как она очень тонкая я ее решила еще сделать чтобы поменьше закрутов делать ну конечно это игрушка либо для тех детей которые не берут уже в рот игрушки которые сознательно играют либо чисто декоративную функцию если игрушка если она для интерьера то тогда можно так на низкий клей и сейчас начинаем откручивать в основание тоже не забываем так как здесь будет просвечивать проволока если мы основание не на основание не нанесем клей такие поделки можно делать и с ребятишками можно даже полностью мне кажется каркасные такие вот что опутать такие тоненькие лапки будут у собачки деткам интересно даже маленьким вот так вот напутывать единственный момент что здесь клей присутствует поэтому деткам конечно не нужно дальше такую собачку можно одеть в какую-то одежду то есть это будет как бы вот ее туловище и и сверху либо связать тоненькие штанишки тоненький комбинезончик какой-нибудь можно связать даже спицами будет еще более что я считаю тоньше вязание получается если вязание происходит спицами крючком как-то там по-другому немного уже поплотнее нужно подбирать либо очень тонкие тонкую пряжу чтобы оно смотрелось именно вот как на маленькую собачку на маленькую игрушку связано не то что на собачку вот здесь мне кажется я уже не помню мне кажется я здесь просто привязала вот к этой нити и продолжила наматывать наматывать здесь здесь мы как бы закрепили можно даже на узелок завязать но я не буду теперь будем продолжать наматывать на это у нас будет уже выглядывать шерстка так как пряжа вот такая пушистенькая то хорошо ложится она и потом можно даже подраспушить ее чтобы не так видно было вот эту намотку так как так как так вот вот так вот вот эти вот кончики можно крючком потоньше взять и спрятать вот под верхнюю часть вот этих вот ниточек у меня получится сделать это на камеру здесь закрепить вот так вот берем и протягиваем я хотела все в раз здесь у нас клея еще не совсем засох поэтому она у нас зафиксироваться должно сейчас мы прижмем все оно подсохнет и вот так вот у нас готова собачка она может сидеть может лежать может ногу на ногу делать в общем такой вот вариант игрушек ну я на этом буду заканчивать мастерить и творить и придумывайте какие-то свои новые задумки я иногда посмотрю что-то необычное на вну в интернете так как сейчас очень много идей для вдохновения и что-то потом уже рождается свое все что-то нафантазирую что-то додумаю и желаю вам творческих успехов всем до новой встречи приходите в гости будем что-то придумывать еще новое пока 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 пока